Я хотел, чтобы вы увидели дела вместе, что я хочу помочь истинным предпринимателям. Берем конкретно ярким примером улицы Кирова. Я буду помогать лично в рамках законодательства. Поэтому давайте на улицу Фрузы. Рядом там есть пустынь, которую я тоже посмотрел вчера. Заросли внизу, бутылки, собаки, что только нет напротив. Администрация возьмет возможность, найдем возможность, возьмет на себя, убрать эти заросли, сделать отсеку, чтобы там была парковка. Это я говорю про Кирова. Я уже продумал, как это сделать, чтобы вы ярко увидели. Я еще хочу сказать, что у нас некоторые предприниматели не совсем работают тоже, нам приходится это совсем не работать. Для чего мы общественный совет ПЖК составим? Чтобы не все люди-то еще знают, о чем все-таки работа-то проводится. Другое дело, что у нас бюджет не совсем такой. И здесь я знаю, что еще не работают жители. Вот я знаю, что напротив, где у нас павильоны хотят поставить, здесь председатель дома находится. Вот мнение тогда тоже спрашиваете о том, что жители там в такой близости хотят поставить павильоны на Кировах. Пожалуйста, кто здесь? Вы, да? Представьте, пожалуйста. Дайте микрофон. Я председатель домового совета Кирова 10. В общем, что хочу сказать. У нас все жители против восстановления торгового ряда из павильонов. Единогласно. Вчера все собирались и проголослали единогласно. Собрали покраси. Почему? Потому что отецоментальное состояние вокруг павильонов. Нет сам углов в павильонах. И вы представляете, вот круглосуточно работают павильоны и куда люди ходят в поле? Ну, грубо говоря, на ведро и тут же выливают. Как вы думаете, жителям это нравится? Мне это нравится. Потом, со стороны парковки этого торгового ряда, машины вставали в 2-3 ряда. То есть, чтобы заехали и выехали жители в свои дворы, ну, создавалась аварийная ситуация. Невозможно было ни выехать, ни заехать. Павильон Дзенок. Там постоянно собирались сапсисты. Днем и ночью. Шум, гам. Поэтому, конечно, жители против торгового ряда по улице Кирова. Дом 10. И все проголосовали бы единогласно. Я повторяю. Мы написали заявление главе города. Предоставили. Спасибо. Значит, здесь у нас также находится инспектор ГИБДД. Чтобы вы понимали, если мы за порядок, у нас многие временные сооружения находятся в мертвой зоне. И, получается, является причиной администрации этих происшествий. И, пожалуйста, вот именно по дому 10, улице Кирова, администрации на прошлом собрании, предоставлена была информация о том, что данные павильоны, где сейчас устанавливаются фундаментами, они также подпадают в любом видимости выезда из-под моих территорий. Согласен, просто 505 или 507 от 2017 года. Поэтому, Игорь Петрович, тем, насколько я знаю, я дал распоряжение, пока данное строительство приостановить. Также, ну, пока сейчас в рамках благоустройства то, что проводится, некоторым предпринимателям, у которых находятся на стационарном объекте по улице Зредева и Кирова, мы уже с ними встречались, проводили замеры. Согласно также ГОСТа, и было предпринимателям объяснено, почему их повелёт, их не попадает, как бы, требует администрация снести. Также в администрации было составлено информационное письмо от выявленных нарушений. В случае не устранения будут применены штукные санкции. Продолжение следует... Продолжение следует...